Сухумский кинофестиваль Оценивать киноленты будет международное жюри, в состав которого входят известные российские кинорежиссеры, известные актеры театра и кино-кинокритики. Помимо конкурсных просмотров на кинофестивале пройдут три спецпоказа, одним из которых будет мультфильм. Программа фестиваля состоит из самого широкого спектра картин. Это и триллеры, и комедии, и мелодрамы. Для зрителей организованы специальные показы. Ну а жюри предстоит непростой выбор. В Абхазии вообще очень любят кино, потому бурные обсуждения фильмов, короткометражек на совершенно разных языках мира слышны тут и там. Акулы театра и кино, режиссеры, фотографы, да и просто те, кого интересует настоящее кино со смыслом. Фестиваль вмиг объединил всех в здании Русдрама. У фестиваля, несомненно, большое будущее. И для кинематографа, и культурной жизни страны это большой прорыв. Делят со своими впечатлениями гости мероприятия. Ален Рахметалиев приехал из Казахстана. Он представит на суджюри короткометражный фильм «Последний учитель». Молодой режиссер говорит о том, что для него победа в фестивале не главная. Главное – участие. И такая потрясающая возможность посетить Абхазию. На фестивале я наткнулся на фейсбуке, узнал, что есть такой фестиваль, и отправил, получается, свой фильм. Фильм «Последний учитель» называется. Это фильм «Реальная история». А в Абхазии я первый раз, признаюсь честно, очень поражен красотой постсоветского, получается, всего курортного такого городка. Я очень впечатлен, благодарен организаторам. 32 короткометражных фильма от начинающих и уже опытных режиссеров со всего мира выставлены на суд абхазского зрителя. И, конечно же, профессионального жюри. Сегодня, в первый день конкурсной программы, были показаны такие фильмы, как «Лоза», «Амбрелла» и другие. Все участники, несомненно, волнуются, ведь в короткометражных фильмах заключен глубокий смысл. Взаимоотношения в семье, жизнь в маленьком городе и влияние общества на жизнь человека – все эти темы волнуют молодежи самых разных стран мира. Сам я из маленького, не шахтерского городка, но там есть металлургический комбинат. В общем-то, такой же маленький городок, где общество может задавить человека, и сложно жить независимо от этого общества. И хотел в этом фильме как раз это показать, рассказать, как жить с совестью своей, как с ней справляться, когда на тебя давят все вокруг. Многие участники Сухумского кинофестиваля никогда ранее не слышали об Абхазии и были поражены не только удивительной природой нашей республики, но и гостеприимством нашего народа. Меня зовут Иван Дурович, я из Сербии, из Белгорода. И фильм, который я представляла сегодня на кинофестивале, это фильм под названием «Лоза». Он был снят три года назад, но впервые я показал его два года назад. И этот фильм рассказывает о человеческих взаимоотношениях. Давно в детстве у нас тоже росла неподалеку лоза, и ребята, когда играли, один мальчик упал и сломал себе руки, и ноги. Пришел его отец, и спилил это дерево. Может быть, это звучит не столь драматично, однако я хотел рассказать историю о взаимоотношениях. Она личная для меня. На самом деле, о фестивале мы узнали, получив имейл, и свою заявку мы подали на онлайн-платформе. Фестиваль, он очень особый, страна очень красивая, и люди очень доброжелательные. Йонис Архонткис из Греции. Он и его команда представила на суд-жюри кинофестиваля «Фильм Амбрелла». Больше всего меня в Абхазии поразило то, что все люди очень доброжелательные, и даже абсолютно незнакомые люди на улицах нам улыбаются. Я поражен тем, что в Абхазии очень красивый и гостеприимный народ. Уверен, что благодаря таким мероприятиям, как данный фестиваль, о вашей стране узнают намного больше людей. Лично я в Абхазию влюбился. Сухумский кинофестиваль оправдал свое название международного в полной мере. Калли Сингх приехал в Абхазию из Индии, а приехал он еще в прошлом году на первый кинофестиваль. И Абхазия его настолько поразила, что он остался здесь жить и занимается преподавательской деятельностью. И сегодня он пришел насладиться фильмами в конкурсной программе. Приехав в Абхазию в прошлом году, я принял решение остаться здесь. Настолько мне здесь понравилось. Я увлекаюсь кинематографами и также люблю смотреть абхазские фильмы. Желаю организаторам большой удачи. Организация такого мероприятия – большой труд. После каждого просмотра по традиции проходит обсуждение фильмов. У зрителей есть прекрасная возможность поинтересоваться у режиссеров о процессе съемок, а также отдать свой голос за понравившийся фильм. В целом, первый день второго Сухумского международного кинофестиваля проходит на позитивной волне. Зрители и гости фестиваля ждет еще немало приятных сюрпризов. Ну а завтра состоится второй конкурсный день. Вход свободный. Двери русского драмтеатра открыты для всех любителей хорошего кино.